Здесь у нас музей детства. В нашем музее семь залов. Пять лет назад семья Саракваш приняла решение открыть музей детства и собрать здесь игрушки разных эпох. Почему бы не показать нынешнему поколению, какие гаджеты были любимыми у их родителей и даже пра-пра. Вот, к примеру, с такими куклами играли дети в Древнем Египте. Считалось, что чем проще игрушка, тем лучше у ребенка развивается воображение, развивается моторика. У каждого столетия своя той мода. Вот фарфоровые экспонаты середины 19 века. Исключительно ручная, эксклюзивная работа. Дети очень берегли их и потом даже передавали по наследству своим внукам. Ну а здесь уже игрушки из моего детства. Мы играли вот на такой пианинке. Учились шить на такой швейной машине. Здесь есть даже наша любимая неваляшка. И еще конструктор. Типовой набор игрушек был на вооружении у каждого ребенка в СССР. Полки магазинов разнообразием не баловали, но дефицит явно способствовал развитию творчества. Куклы, конечно же, опять же, их было немного, небольшого количества. Мы сами шили платья, сами шили наряды с бумаги. И даже у меня был случай, я была очень маленькая, я просто со штор вырезала и сделала платье кукле. Вот мама была, конечно, не очень довольна, но мне было очень весело и было здорово. Вспоминает Вероника Шуляк свое детство. Ее сыновья шторы, конечно, не режут, но творчество нынешнего поколения требует немалых финансовых затрат. Бич современных мальчишек – конструкторы лего. В доме пластмассовые изделия множатся с неимоверной скоростью. При каждом посещении магазина хоть маленькую коробочку с лего, но обязательно мы покупаем, потому что, да, ребенок любит собирать, фантазировать. Родители нашли свой выход и из сложившейся ситуации старшего сына записали на кружок робототехники. Кто знает, может в будущем станет знаменитым конструктором. Но на Новый год сказочному волшебнику дети заказали, конечно, конструктор. Да, иногда в качестве подарка, раз в некоторое время, не знаю, день рождения, Новый год и так далее, это можно и нужно, может быть, делать. Но в целом еженедельные походы за игрушками для меня являются странными. У тебя есть, у ребенка есть игрушки, он может вполне ими, если они, конечно, адекватные, он вполне может этим обойтись. Если он не способен, ну, книжку ему дать пусть почитает. Можно ему в качестве развлечения дать, там, не знаю, пол помыть где-нибудь, там, или еще что-нибудь. А сделал что-то, ну, вот, пожалуйста, заработал, получи. Не заработал, извини, не получи. Ну что ж, отправляемся в магазин детских игрушек для того, чтобы изучить новинки той индустрии. В преддверии новогодних праздников магазина игрушек – точка притяжения родителей. Какой подарок выбрать? К тому же полезный и безопасный, добавляет Дина Чапенко. Ведь чем могут обернуться детские игры, теперь знают не понаслышке. К счастью, их история с хэппи-эндом. Благодаря скорости родителей и профессионализму врачей. Батарейка плоская. Старший сын ее достал, а младший увидел, подхватил и тут же проглотил, как монетку, и все. Я это вовремя увидела, сразу поехали в скорую и прооперировали. Ну, достали этим зонтом со щипцами на конце. И все, слава богу. Пропили лекарства, как бы вовремя обратились. Теперь каждая игрушка перед тем, как попасть в руки к малышу, проходит тщательный родительский контроль. На контроле качества и у сотрудников госстандарта. Прежде чем игрушка попадет на рынок, она должна получить сертификат соответствия. В лабораториях их испытывают на прочность, даже гирями. Если надо, разломают, так как, если бы это захотел сделать ребенок, изучают устойчивость красочного покрытия. Более 130 номинований игрушек в 2020-м не попали на рынок. Например, эта пчелка не прошла профосмотр. Звук превышает допустимую норму. Для детей от 3 до 6 лет эквивалентный звук должен быть равен 65 дБ, максимально 75 дБ. Игрушка не прошла по эквивалентному уровню звука. При норме 65 эквивалентность составила 72 дБ. То есть данная игрушка небезопасна для ребенка. Слаймы. Они мега популярные по версии разработчиков. Развивают моторику и обладают успокаивающим эффектом. Так ли? Тестируем тренд у психолога. Она работает на мелкую моторику. Прекрасная штука. Прекрасная. Слаймы можно купить готовые, а можно делать самим. Маркетологи не дремлют и предлагают уже игрушку слайм. Кормишь ее ингредиентами, а потом она... В общем, вы получаете субстанцию, с которой можно потом играть. Многие мамы, попробовав раз, сказали нет таким забавам. Предупреждают лизун поселиться не только в руках, а может и в волосах ребенка, которые придется просто состричь. У госстандарта к вязким составам тоже есть нарекания. Есть предельные нормы миграции фенолов и промобигидов в таких игрушках. При проведении испытаний эти нормы были превышены до 10 раз. Можно выбрать какой-нибудь игровой набор, например, стоматологический. Как уверяют его создатели, дети перестанут бояться врача-стоматолога и точно полюбят зубную щетку и пасту. Кстати, о зубах. Нажимая на них, у этой игрушки в один момент, это неизвестно, когда именно произойдет, закрывается челюсть. Испуг обеспечен? Интересуемся у психолога. Это же не больно, она не очень резко двигается. И что? Ну, ребенок может испугаться, и что? У детей психика гораздо более устойчивая, чем мы об этом думаем. У детей, пожалуй, психика, вот он сделает несколько раз, и потом будет спокойно с ней развлекаться, потом будет пытаться убрать, обмануть его. У детей психика гораздо более подвижная. Отдельная история куклы. В тренде Лолы и все те же Барби. Споры о влиянии красотки на представление об идеале фигуры у девочек оставим науке, их слишком много. Пупсы, их можно кормить, для них даже есть свои детские подгузники, которые надо менять. Хорошая игрушка, ничего не скажешь. Но стоит заглянуть в коробку, чтобы определиться с полом малыша. Дети вполне себе, вы, не знаю, может, как не знаете, дети вполне себе друг друга в детских садах и даже в первых классах школы вполне себе изучают. Ничего в этом постыдного нету, это естественный процесс познания, опять же, другого. В семье художницы Татьяны Раткевич традиционно новогодние подарки делают своими руками и украшают им елку даже не одну. Мы по вечерам любим очень теплую атмосферу, домашнюю, приятную. Когда ребенок, родители и так, наверное, немного времени уделяют своим детям. А здесь, когда они заняты общим делом, это очень приятно. Объединяет детей, родителей все-таки. Становится намного теплее и приятнее. Современных Барби в музее детства нет. Нет, это принципиальная позиция, да и за игрушечной индустрией попросту не угонишься. Совсем скоро здесь откроют новую экспозицию. На ней будут представлены экспонаты, сделанные вместе родителями и детьми. Мастер-классы обещают проводить постоянно. Это то, уверяют здесь, что так не хватает современным детям. Когда ты участвуешь в процессе игры, ты должен что-то создавать. Или ты должен общаться, да, то есть ты должен ролевые игры какие-то отыгрывать. А если за тебя это все уже продумано и тебе подали, вот просто открой, распакуй, посмотри и закрой, ну, теряется весь смысл такой игрушки. Что Морез мне кукулу купил. Переваривший бакнот и помаду. Колонку, деколону, флешку. Машина противопоедника. Анастасия Ярощик-Корниенко, Алексей Петров, Владислав Кунейко. На неделе искали идеальный детский подарок на Новый год и нашли. Субтитры создавал DimaTorzok